Здравствуйте всем коптильщикам и любителям копченой продукции. Вот, заказал, пришла вот такая вот коптильня, так называемое коптильное оборудование для малого и среднего бизнеса от ИП Федотова из города Севастополь. Модель коптильни маркируется как под названием 250НД. 250 это значит 250 литров объема ее, НД, Н точно не скажу, но Д крыша домиком. Вот, сейчас буду ее распаковывать, она нелегкая, весит она свыше 100 килограмм. В общем, сейчас буду ее распаковывать, будем смотреть. Коптильня данная универсальная, относится к классу универсальных коптилин. Состоит она, точнее основы данной коптильни из металлического профиля, то есть у нее каркас металлический, необычный деревянный. В общем, сейчас буду ее распаковывать, будем смотреть, что к чему, вот, что она из себя представляет. Так, ну что, запакована она была прилично, выглядит она добротно. В общем, здесь у нас, что сбоку было привинчено, так называемая турбосетка, та самая знаменитая турбосетка с тремя кулерами. Вот, насколько я так понимаю, в договоре было описано, что в подарок досталась вот эта вот москитная сетка, то есть бесплатно, а также вот эта вот вытяжка с вот этой вот розеточкой. Вот, ну, будем разбираться, будем смотреть. Так, рамка электростатики, здесь она почему-то, а нет, вот у них две, две рамки электростатики. Вот, данная коптильня практически топовая, единственное, что в ней не хватает, в ней не хватает, это пара генератора, в ней не хватает, я так понимаю, щупа, который именно такой, стационарный, который здесь торчит. Но ничего, мне сказали, что откроете внутри, все увидите. Так, открываем, открываем, ой-ой-ой, сыпется. Так, что мы видим? Мы видим, мы видим себя, в первую очередь. В общем, что, красота, красотища, неописуемая. Так, вот, включаю свет, у нас верхняя тена, здесь набор всяких, так сказать, пряников. Сейчас все поразберу, все посмотрю. Брусок какой-то, для того, чтобы жесткость какая-то была, чтобы она не смотылялась, как кое-что в проруби. Так, ладно, сейчас будем это все доставать, смотреть. Вот, пока, пока я очень доволен, пока, пока все как, все как у них на сайте. Вот, единственный момент тут с транспортной компанией, вот здесь немножечко, чуть-чуть уголочек, даже немножко куртку свою порвал, пока разберу. Ну, ничего, это все забьется, я человек непридирчивый. Поэтому, вот, так что такие дела. Так, в общем, будем сейчас смотреть, что к чему. Вот, здесь у нас имеется слив. Сейчас еще раз свет включу. Вот, нижний тен, верхний тен, или тена, как правильно говорить. Так, это у нас что, низ-верх? Так, ладно, это определимся потом. В общем, в подарок, традиционно, 4 пачки щипы ольховой. Что мы имеем здесь? Так, открыл на скорую руку, побыстрее вам всем показать, записать. Так, это у нас дымогенератор. Понятное дело, кто шарит, тот знает. Тяжелый. Вот, ладно, будем потом смотреть. Так, это у нас банка. Банка для смол. В которой будут осаживаться вредные вещества. Вот здесь вот специальный фильтр. Точнее, магнит, или как это называется. Ну, в общем, специальный элемент. Так, упаковка вешала. Вешала, на которой будет развешиваться продукция. Так. Полочки. Полочки. Далее у нас. Так, за вот эту колбу я смотрел. Это вот эта вот, которая в подарок, боковая вытяжка. На нее будет надеваться, и она там будет вытягивать. Будет вытягивать воздух. Дым, воздух. Ну, в общем, короче, я так понимаю, что это создано для того, чтобы при закрытой двери при закрытой двери происходила вентиляция. То есть двери, чтобы не открывать, чтобы всякая мошка, ничего там, комары, никакие там мухи не лезли. О, дальше у нас получается дымогенератор улучшенный. Ну, посмотрим. Улучшенная версия дымогенератора. Так. Ага. Что мы имеем тут? Это. Ага, это трубки металлические. О, зажигалка. Я человек не курящий, но вещи такие очень-очень люблю. Зажигалка Мальбора. Ну-ка. Ага, все работает. Ладно. Так. Тут у нас набор батареек. GP супер. Хорошие батарейки, кстати. Рекомендую. Я их тоже покупаю. Они очень дорогие, но очень хорошие. Так. Это у нас электрощуп. Электрощуп. Сейчас будем смотреть. Выносной термометр. Электрический. О, да. Это блютусовский электрощуп. То есть, короче, он действует как рация на расстоянии. Ему задаёшь что. Блин, я видел это. О, вообще круто. Молодцы. Спасибо. Спасибо ребятам из ЭП Федотова. Молодцы. Молодцы. Я доволен. Я доволен. Я не ожидал, что будет такой. Я думал, что будет какой-то другой щуп. Это крутой щуп, сразу вам говорю. Вот там дальше причиндалы. И вот какая-то коробочка. Ага. Это, наверное, полочка куда-то крепится. Федотов говорит, всё. Стополь. Вот, в принципе, и всё. Вот она вся коптильня. В общем, что тут у меня из комплектации. Сеть копчения. Вот это, кстати, новая кнопочка. Точнее, две. Отдельно холодное, отдельно горячее копчение. Антиконденсат. Цвет внутри. Вытяжка. Это боковая вытяжка. Статика. Соответственно, дым. Конвекция просушка. Тены. Ну и резервное копчение. Тоже вещь очень, кстати, нужная. Сказали, что... Вот. Очень нужная вещь. Терморегулятор. Ага. Ну и ИП Федотов. Их нестандартная маркировочка. Лейбл, так сказать. Так. Сейчас буду пробовать запускать. Надо проверять. Это всё добро. А, как же, я же забыл. Вот она, окошечко это. Как вот некоторых... Смотрел блогеров, как они кайфуют, когда снимают этот пенопласт. Это очень приятно. На самом деле. Очень приятная штука. Молодцы. Они её... Прям... Прям вот... Вот так вот. Вот это термоокошечко. Без окна я вообще не вижу смысла коптильню покупать. То есть, каждый раз открывать, смотреть, подглядывать. Так не дело. Вот она коптильня. Вот она окошко. Окошко большое. Я думал, оно будет меньше. Окошко вообще здоровое оказалось. Так. Сейчас буду пробовать запускать. Так. Подключено данное оборудование к сети. Сбоку вот такие вот автоматы. Вот это я ещё пока не понял для чего. Ладно. Потом будем разбираться. Если что, там можно связаться с ними. Так. Открываем дверку. Звук как на самолёте на каком-то. Включаем. Так. Показывает 7,6 градусов. Это внутри коптильня, я так понимаю. Всё. Температура падает. Так. Свет внутри включаем. Вот так вот. Красота. Красота. Свет. Так. Дальше. Что тут у нас? Ну, вот эти кнопки надо ещё посмотреть. Антиконденсат. Всё слабенько она светится. Вытяжка. А, это боковая вытяжка тоже не подключена. Турбо. Дым. Турбо. То есть это регулировка. Ага, конвекция. Вот она заработала. Это слабенькая. Это посильнее. А, всё, всё, всё. Ага, вот она распедалилась. Ага, понятно. Прекрасно. Прекрасно. Я доволен. Так. Данная коптильня была заказана 25 декабря 2023 года. То есть перед Новым годом. Ехала она из города Севастополь, республики Крым. В Белгородскую область. Какого получается 18 февраля 2024 года она пришла. В принципе, не сильно долго. Вот. Всё тут нормально. Всё работает. Вот этот вот знаменитый датчик тоже нужно будет узнать, для чего он нужен. Вот. Ребята тоже всё это самое. В общем. Ну, будем разбираться потихонечку, помаленечку. Будем определяться, от чего тут что. Вот. В принципе, в общем и целом, я доволен. Очень сильно доволен. Довела она просто качественно. Молодцы, ребята. Рекомендую. Просто красавцы. Что ещё? Что ещё можно сказать? Ну, а потом остальное всё в процессе. Буду пробовать, смотреть. Я не профессионал. Я никогда в жизни ничего не коптил. Я начинающий, так сказать, копчелёныш. Вот. Так что, всем доброго времени суток. Рад был поделиться своими впечатлениями. И своим оборудованием коптильным. Всем пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова